Опаньки, вот и халява! На сайте GiveDrop выдаётся 2 доллара на баланс сайта новым пользователям, а ещё целых 40% пополнению по промокоду STINT. На сайте вы найдёте огромное количество крутых кейсов с пушками CSGO, а также режим апгрейда с легендарными контрактами, после чего можно опробовать осенний эвент с белочкой. А ещё на сайте есть колесо бонусов, на котором мой промокод выдаст вам дополнительную прокрутку. Пополнение же абсолютно любым способом. Карта, скины, крипта, выбирая не хочу. Короче, вперёд выигрывать! GiveDrop.net, ссылка в описании. Всем привет, ребята! Вот, наконец-таки, я решил выпустить продолжение проекта, в котором я рассказываю о своём знакомстве с той или иной игрой или с той или иной игровой серией. И если до этого был Майнкрафт, GTA, по-моему, ещё что-то было, на самом деле я уже подзабыл. И сегодня, друзья, я расскажу вам об Assassin's Creed. Будет очень интересно, так что давайте заваривайте чай, присаживайтесь поудобнее, там вкусняшки доставайте. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайк, подписываться в канал, сюда нормальную тему, там телеграмм тоже очень важно, ребята. Мы начинаем! Хотя нет, я хочу сделать небольшое уточнение по поводу прошлого ролика. Я там сказал то, что Gotham Knight это продолжение серии Arkham. Вообще нет, я имел в виду больше идейное продолжение, потому что прошлый Бэтмен, сейчас Бэтмен. Да, я упоминал, что это другие разработчики, но тут немножко другая история. В любом случае, я не уточнил то, что это, по крайней мере, моё субъективное мнение, что она по ощущениям как продолжение, хотя по факту это абсолютно другая вселенная, так что если я вас запутал или вёл в заблуждение, сорян, извините. Это моя авторская оплошность, авторский абсёр, поэтому решил в следующем ролике сделать небольшое уточнение. И ещё одно, даже в этом видеоролике 100% будут приколов с английским. Ребята, на мой английский всегда сбивайте хер, он у меня отвратительный. Поэтому, если я говорю какие-то слова, ну неправильно, то, ну, кстати, это офигенный байт. Короче, всегда исправляйте мой английский в комментариях. Так вот, Assassin's Creed. Первый игрок, вы знаете, вышел ещё в 2007 году. И это единственная дата, которая появится в данном видеоролике. Потому что дальше я, если буду выражаться с точки зрения времени, то максимально фигурально. Так вот, 2007 год. У меня в руках журнал странные игры с такой красивой прикольной обложкой. А внутри целый раздел про игру Assassin's Creed. По картинкам вижу, что это, ну, подобие Принца Перси. Конечно, после такого фанату Принца Перси, ну, захотелось посмотреть на эту игру как минимум. Всё, выйдет, буду играть 100%, со всех обедов отложу деньги и куплю себе игру. Но не пришлось эти откладывать, потому что у моего друга появилась пиратка. И я упрашиваю его, говорю, друг, ну дай, пожалуйста, диск. И, в общем, я с диском бегу домой, запускаю, устанавливаю, в другом порядке, конечно же. И такой. Чё это за херня? Понимаете, друзья, проблема в том, что это был 2007 год. Именно в этом году выходили игры, которые, скажем так, были очень капризные по отношению к старым видеокартам. И вот, моя не стала исключением. По этой причине, Spider-Man, Assassin's Creed, я сразу, ну, не прощупал. Они у меня запускались, да. Только вот вместо какой-то картинки мне выдавался чёрный экран. То есть, я даже не мог поиграть в 640 на 480, как я делал это в дальнейшем с многими играми. Всё, просто чёрный экран, звук на фоне. И я, в принципе, понимаю, что игра запустилась, но картинки у меня не будет. Диски я вернул, и на некоторое время я забил на Assassin's Creed. Шло время, вышла вторая часть. У меня компьютер всё ещё был говно. И в какой-то момент я уговорил маму обновить. Ну, мне ПК. Обновил, и пошёл играть во вторую часть. Нет, я вернулся к первой. Но после прохождения второй части. В принципе, ничего нового, там, с точки зрения истории, после прохождения второй части у меня не было. Ну, просто поиграл. А нет, было. Вру, 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 вру. У меня же, вроде как, на тот момент был монитор квадратный. И поэтому, когда у меня запустился Assassin's Creed, я не вдуплял. Почему у меня разрешение не 4 на 3? Чё за полосы сверху? Я там залезал, причём в настройки, пытался исправить это. И такой, блин, чё за херня? Какая-то игра неадекватная. Надо бы её выкинуть на помойку. Я не знаю почему, но правда. В втором Assassin's Creed я спокойно играл в 4 на 3. В первом Assassin's Creed такой, что ли, функции не было у меня именно, вот версии игры, которая у меня была на диске. Или я не мог нормально нажать на формат разрешения. Короче, я из-за этого очень сильно мучился и думал, что игра неправильная. Согласен, сейчас это уморительно вспоминается. Так вот, появилась вторая часть. Я захожу. И сразу. Приколы с семьёй. Музычка, скрытые клинки, паркур. То есть, всё то, что я мечтал увидеть в первой части, я получил во второй, но, как я потом уже выяснил, с лихвой. Второй Assassin's Creed мне очень понравился. Замечательная игра. Эмоции оставил море. Слёз тоже заставило меня вылить море. Но я его недопрошёл в тот момент, когда играл в детстве. Но знаете почему? Сейчас, возможно, многие люди меня поймут. Какого-то хера в пиратской версии Ассасина есть некий баг. Вы собираетесь на колокольне, объединяете, что-то общаетесь, чики-пики. А потом, вроде как, совершаете прыжок феры и игра продолжается дальше. Так вот, на этом моменте у меня исчезла сама игра. Точнее, она просто не прогружалась. А интерфейс остался. Я ориентировался по звуку. Некоторое время я пытался, на самом деле, пройти до чекпоинта, смотря только на карту. Для того, чтобы пропустить этот баг. Но не вышло, поэтому на второй Ассасин я тоже в какой-то момент подзавил. Пытался переустанавливать Ассасина второго. Безуспешно. В тот момент мне, видимо, нужно было найти только лицуху, иначе никак. А лицуху, чтобы взять, ну, нужно быть богатым, ребята, а? Диски за 150, это наше всё, сами понимаете. Шло время, и у меня появилась моя первая коллекционка. Assassin's Creed выходит, и там был такой небольшой экземплярчик. Где диск вместе с брелочком. Это, по сути, да, мое первое коллекционное издание. Чтобы вы понимали про Assassin's Creed, я тоже читал. Я знал, что там мы сможем стать чем-то вроде главаря Ассасинов. У нас будет свой клан, мы сможем нанимать их, отправлять на задания. Я не помню точно систему это всё, но вроде как-то около того всё это звучало. Если что, поправите меня, это не особенно важно. И вот, я ставлю её. Ребята, игра, кстати, очень маленькая. Прошёл я её залпом. Эмоции остались супер. Такое редко бывает у меня, но ни одного негативного момента не вызвал Brotherhood. Наверное, это пока что моя самая любимая часть серии выходит. Попутно, ребята, на PSP вышел спин-офф Assassin's Creed. Не помню название. Если что, вот я поставил коробочку, вы увидите её. Это была история про Альтаира. Если память мне не изменяет... Там, круче, была женщина. Он здесь встречался. У них там был махач, там всё округло. Я был... Короче, пофигу. Посрать, я не помню, правда. Я боюсь вас запутать. И вот, я играл в эту игру. Мне понравилось, но не то, чтобы слишком. Рофл в чём? На PSP очень часто были версии без кат-сцен. Специально для того, чтобы они меньше весили, меньше занимали пространство на вашей карте. А все сидели, конечно, на пиратской прошивке PSP, поэтому нечего удивляться подобным версиям. И я проходил, конечно же, без кат-сцен. Следовательно, я половину моментов, ну, даже не знаю. Только, получается, из субтитров. А у меня была английская версия. Короче, да. Теперь вы понимаете, почему я сюжет так слабо понимаю в этом. Но игра понравилась. Мне больше, не меньше. Офигеть, конечно. Почему у меня со всеми ассасинами были какие-то проблемы? Выходит Revelation. И я устанавливаю его на ноутбуке своём. А вот момент охеренный. Кстати, я делал обзор, по-моему, даже на этот ноутбук. На моём канале можете найти. Я его запускаю. Ребята, вы можете себе представить геймплей Revelation Assassin's Creed'а в низких настройках и в разрешении 640 и 480? И при этом даже у вас там будет от силы 20 фпс. Может, 25 или даже в некоторых ситуациях поменьше. Не можете? Я вот так играл. Да, друзья, GTA, Assassin's Creed, Call of Duty, Black Ops. Ребята, у меня очень много историй, как я проходил игры в супер низком разрешении. Именно, кстати, поэтому вы заметили, что в обзорах я не особо-то сильно заостряю внимание на графике. Офигу плюс-минус. Да, конечно, когда я прям вижу, что, ну, ребята, говнище редкостные перед нами, я скажу. Но, нет, я никогда не был графодрочером, если уж честно. Напротив, я всегда был больше за геймплей и за саму реализацию и сюжет. Всё из-за чего, ну, вот вы уже должны, наверное, понимать. 640 на 480, моё всё. Так что ваши 4К, 8К, там, с новой видеокартой, мне нахер не сдались. Я человек простой. Но проблема такой графики заключается в том, что ты не всегда 100% пройдёшь игру. И если, допустим, с Black Ops мне повезло, и я игру допрошёл, то с Revelation из GTA не получилось. Это тяжело. Иногда лагает ещё сильнее, а иногда какие-то вещи тупо не прогружаются. Короче говоря, я скипнул Revelation где-то через 2-3 часа. Ну, потому что было играть максимально некомфортно. Блин, заметили? Чувство с ассинами мне постоянно не везёт. Но при этом, рано или поздно, я допрохожу их до конца. Может, они реально не созданы для меня? Я вот не знаю, против меня и сама эта вселенная. Дальше выходит третья часть про Конора. Я в неё не играл. При этом, рано или поздно, я допрохожу их до конца. Это единственная часть в серии, которую я даже не запускал, друзья. Почему? Ну, потому что, прикиньте, у вас последняя часть из Сенскрида не может нормально функционировать, а железо у вас особо не изменилось, и тут выходит новая часть. Вопрос к вам, будете ли пытаться хотя бы запускать? Поэтому, друзья, как все абсолютно люди с плохими пока в то время, проходил Assassin's Creed 3 на ютубчике. А что нет? Между прочим, комп тянул. А вот зато дальше вышла Black Flag. У меня уже компьютер, казалось бы, стал немножко получше. Я запустил игру, и, конечно, у меня опять 15 FPS было на низких настройках. Ну, в тот момент я сгорел, но уже потихонечку начинал заниматься ютубом, поэтому появились деньги, понимаете? И я пошел, купил себе видеокарту. GTX 770. И я такой, все, теперь я буду играть во все игры, буду все устанавливать. А потом я узнал, что, купив видеокарту, нужно купить и блок питания побольше, потому что она прожорливая, сука. А я же несколько вообще не понимал, поэтому я начал купить на блок питания. Я же все деньги подосрал на видеокарту, и вот она валялась у меня некоторое время. Потом уже, конечно, я посылал блок питания, видеокарту. Ребята, как офигенно играть с приятным фреймрейтом в хорошем качестве. Уууу. По этой причине, наверное, я и Black Flag прошел залпом, друзья. Это одна из, наверное, самых приятных игр с точки зрения времяпрепровождения и с точки зрения картинки и тем более музыки. Пиратские песенки, которые я слышал, путешествуя по морю, ребята, это нечто. Это очень круто. Да, Black Flag, не сказать, что бы классический ассасин. Это немножко другое, хотя по механике тоже самое. Ты, в общем, пират-моряк, но со своими приколяхами. Да и по факту ты же забрал шмотки другого ассасина и не являешься ассасином в начале игры, поэтому это максимально странно смотрится. Но мне понравилось. Это было круто, интересно. К тому моменту, конечно, я подрос, и у меня появлялись некоторые претензии к сюжету. Но в целом, история про Эдварда Кенуэр... Блин, вы же так зовут? Эдварда Кенуэр? Мне понравилось. Дальше, конечно, у нас идет Юнити. Сколько же с ней было проблем, ребят. Я даже сочетать не смогу. Все ее срали абсолютно из-за лагов, оптимизации. Гандонит весь интернет. Говорят, какая она херовая. А я в нее играю и такой, э, прикольно. Да, моментов кека в бомбежке у меня был вихер на счет игры. Но чтобы что-то отдельное вспомнить и сказать, вот из-за этого именно, нет. Ну, как-то прошла и прошла. В то время был действительно нарастающий хейт ассасинов Юнити. Была еще, по-моему, такая 2D-шная версия игры. Я в нее не играл, если что. Но она была. Ее вроде тоже так немножко гандонили. Но, по крайней мере, я краем ух это слышал. Сам не играл, ничего сказать не могу. А вот когда вышел Синдикат, хотите верите, хотите не верите, Синдикат одна из моих любимейших игр по серии Ассасин. В том числе и из-за DLC с Джеком Потрошителем. Ребят, я не знаю, ну правда, объясните мне, почему так гандонит Синдикат? Не знаю, как по мне, вот этот дух Лондона, конец 19 века. Офигенно же! При этом путешествовать мы по нему могли благодаря Крюку. Также остался паркур, скрытое убийство. Мы могли играть за разных персонажей. Как за брата Фрай, так и за сестру Фрай, они же близнецы. И каждый из них имеет свои костюмчики. Хотя, в тот момент, если мне память не изменяет, я бегал через Логен в костюме Альтаира. Ну, потому что стандарты мне, ну, не супер нравились. А я хотел быть Ассасином, поэтому бегал за того же брата Фрай. Я просто не помню, Джейка, по-моему, звали. Короче, не помню, правда, имя. Бегал именно в костюме Ассасина. Мне это нравилось. И я эту игру, правда, прошел залпом. У меня есть коллекционные издания, чтобы вы понимали ее. И, кстати говоря, это была моя одна из самых первых игр для PlayStation 4. Поэтому проходил я ее именно там. Только хорошая эмоция стоит. Правда, я очень люблю эту игру. Почему так хейтит, я так и не понял, на самом-то деле. Хейтит шо Юнти, шо Синдикат, но обе игры показались мне, ну, нормальные. Правда, Синдикат даже получше. Хотя, возможно, по сюжету, потому что сюжет немножко тушенький, правда, с этими бандами. Но, блин, даже если вам сюжет Синдиката не понравился, ну, DLC-шка с Джеком Потрошителем, она охерительная. Она маленькая, очень маленькая. Ну, она такая охеренная. Я не говорил, как играл, у меня мурашки были по коже. Я вообще всю вот эту историю с Джеком Потрошителем очень хорошо перевариваю. Но, интересно, вот что. После Синдиката выходит Ориджин, Одиссея, Вальгала. И это уже немного другое. Я до сих пор считаю, что сейчас от Ассасина осталось только название. По этой причине истории с ними я рассказывать не буду. Да и на самом деле там ничего интересного нет, потому что это уже не особо давние игры. А, следовательно, не очень подходят под формат ролика. Да и всё-таки, как уже было сказано, это несколько другой Ассасин уже. Хотя, посмотрим, что там будет в будущем, потому что вроде как собираются вернуться к истокам. Надеюсь, вам данный ролик был интересен. Вы послушали мою историю знакомства. Может быть, немножко сами поностальгировали. Надеюсь, вы не сильно кринжовали с моих детских этих рассказов. Играйте в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи. Пока.